В Красноярске завершился 24-й по счету голден гран-при Иван Ерыгин. По его итогам, как и ожидалось, победителем стала российская сборная. В последний день соревнований медали разыгрывали только мужчины. Одной из главных надежд для красноярских поклонников борьбы стало выступление нашего Анзора Уришева. Спортсмен, неудачно выступивший на Олимпиаде в Лондоне, на сей раз не подкачал. Отборолся весьма достойно и стал первым в своей весовой категории. Очень рада, что я выиграл. Третий турнир у меня подряд. Я очень счастлив. Просто готовился. Два сбора прошли. После Олимпиады первый стан вот это. Вроде все хорошо. Дальше надо готовиться на чемпионат Европы. А вот Гадисов и Гацалов неожиданно не только для болельщиков, но и для тренеров вылетели на ранней стадии турнира. Для трехкратного олимпийского чемпиона Буайсар Сайтиева такое выступление опытных спортсменов сюрпризом не стало. Говорит, уровень соперников здесь каждым годом только растет. Мне часто задают вопрос, скучаешь ли по ковру, почему-то не рвусь на ковер во время соревнований. Успеваю время заходить в спортивный зал. Понимаю, что я сегодня не в той кондиции, чтобы выходить. Видимо, пока еще четко понимаю. Поэтому не рвусь почему-то на ковер. Все спрашивают, не тянет, не тянет. Не тянет, я знаю, что они меня сейчас возьмут и об ковер отступят. Поэтому и не тянет. Олимпийский чемпион по борьбе, правда, по ее классической разновидности на Зерманке, в день финалов отмечал собственное 28-летие. Болел, как и полагается, за две команды – российскую и красноярскую. Особенно впечатлила борьба дагестанцев. Кавказские спортсмены в копилку сборной положили три золота. Конечно, когда видишь такие схватки, зрелищные тянет. Ну, я еще недели назад боролся же на Поддубной, поэтому устал. Ну, когда тянет, обязательно ухожу на ковер, иду на тренировку. Сегодня, ну, я так вот смотрю, большая часть постсоветского пространства лидирует. Да, и я бы хотел, конечно, прежде всего пожелать вольникам, чтобы они на этой Олимпиаде менее успешно выступили по сравнению с другими. Они обычно были в кузнице золотых медалей на Олимпиадах. Я думаю, что они эту ошибку исправят, я в этом убежден. Одним из самых зрелищных в заключительный день соревнований получился финал супертяжелой весовой категории. Россиянину Магомеду Нурасулову пришлось сильно потрудиться, чтобы победить иранского визави. Тренеры азиатов всю схватку апеллировали к судьям, остались недовольны вторым местом и даже отказались выходить на награждение. Хотя позже все-таки передумали. Соперек нужно очень сильно, мой физик, я что-то пару раз попробовал, у меня не получалось. Я думаю, не хотел рисковать лишний раз, и поэтому довел схватку до жребия. Мне повезло чуть-чуть. Опять турнир показал, что впереди огромная предстоит работа. Практически в каждой весовой категории задачи, как всегда, у национальной сборной России стоят самые амбициозные, самые серьезные. И для того, чтобы их достигать, конечно, нужно проходить такие турниры высочайшего уровня, доказывать ежеминутно, ежедневно и побеждать. Гости соревнований отметили их отличную организацию. Солидный бюджет, достойные призы, интернет-трансляция, десятки почетных персон. Все было сделано на хорошем уровне. Если подводить итог турнира, то сборная России завоевала здесь 33 медали, 8 из которых в общую копилку положили красноярские спортсмены. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-5504. Или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Кузовков, Дмитрий Яковлев. Афонтово. Новости.